Дорогие зрители, здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, мне был задан интересный вопрос по поводу... Боже мой, что это такое у меня? Это мои волосы. Кстати, у меня синяк вот такой сильный вчера. Я намассировала. У меня вот здесь морщина должна вот-вот сформироваться. Но надеюсь, что не сформируется. И вот здесь тоже у меня синяк образовался от банки, от массажа банкой. Многие обратили внимание, потому что я несколько сменила локацию. У нас очень сильный ветер. Этот ветер настолько сильный, что он мешал мне записывать. Поэтому мне пришлось поступиться с Светом. Все блогеры должны знать, что чем ближе ты к окну, тем лучше ты выглядишь. Твоя кожа белее, твои зубы белее, глаза голубее. Даже если, как я люблю говорить, у тебя карие глаза. Я отодвинулась чуть в глубь комнаты, и многие увидели библиотеку справа от меня. И я сегодня расскажу вам об этой библиотеке. Я покажу книги, которые у нас имеются. Сразу скажу, что это книги моего мужа. Все, практически все эти книги, все, точнее, эти произведения я прочитала. Но вот эти книги конкретно я в руки не брала. Потому что это лимитированное издание. Мой муж является коллекционером книг. У нас очень много книг в Москве также осталось. Вот такого издания. Я же являюсь человеком, который любит читать книги с карандашом. Я очень люблю выделять какие-то мысли, какие-то выводы на полях делать. Я человек, который на самом деле читает книгу и делает заметки. Именно поэтому я сейчас практически ничего не читаю. В современной литературе я не нахожу книг, которые меня бы захватывали очень сильно. И тем более, что я не нахожу книг уже очень давно, которые бы позволяли мне какую-то мысль выловить и что-то там на полях записать. Последняя книга, наверное, которая была таковой, это, конечно же, «Алхимик». Вот действительно книга, опять же, я не очень знакома с современной литературой, но книга, которая может нравиться, может не нравиться. Но то, что она приводит к определенным мыслям и выводам, для меня основной вывод из этой книги был, конечно же, тот, та простая фраза, что когда ты чего-то очень сильно хочешь, вся Вселенная помогает тебе в этом. Книгу «Алхимик» я прочитала первый и единственный раз на испанском языке. Когда эта книга вышла и была уже мировым бестселлером, в России она не была еще переведена и напечатана. Она появилась сейчас какие-нибудь в месяц-два, возможно. Но многие, кто ездили, кто изучали испанский язык, ездили на каникулы в Испанию, привезли эту книгу. И она, что называется, ходила у нас по рукам, по курсу. Соответственно, можно было взять на какие-нибудь два дня и прочитать «Алхимика». Я до сих пор это помню, поэтому, наверное, последняя книга современной литературы, да и вообще, наверное, книга, потому что большинство из этих книг я прочитала до рождения своих детей. Когда я делала какие-то заметки, какие-то прям такие интересные мысли для себя выносила, это была книга «Алхимик». Ну что ж, дорогие зрители, я похвасталась вам тем, что я прочитала практически все, что здесь имеется. Но могу сказать, что «Дюма», «Дюма» — это, наверное, исключение. «Дюма» — это классик, конечно же, но я «Дюма» не понимаю, не очень его люблю. И вот эти книги с золотым напылением, с очень-очень интересными страницами. И, в общем-то, эти книги нужно, конечно же, оборачивать, чтобы они потом одинаково выглядели, потому что бывает, что одну книгу читаешь дольше, и, соответственно, с нее уходит по золотам. Но я хочу вам показать книги, которые находятся за этими прекрасными золоченными книгами. Это книги, которые являются книгами моей мамы. И это детская энциклопедия. Очень многие, возможно, даже узнают. Это детская энциклопедия. Эти книги привезла на Сахалин бабушка, которая в свое время переехала. Это книги, по которым училась моя мама. У меня, признаться, были другие детские энциклопедии, которые тоже мне купили родители, которые совершенно точно были привезены с Сахалина в Москву. Соответственно, эти книги до сих пор находятся в Москве. Вот, пожалуйста, про питание. И могу сказать, что, возможно, те энциклопедии, которые имелись у меня, являются переизданием того, что я вижу сейчас, точнее того, что я вам сейчас показываю. И эти книги являются, безусловно, нашей фамильной ценностью. Давайте посмотрим год издания. Они в очень хорошем состоянии, эти книги. Не знаю, каков год издания. Соответственно, вот эти книги, на мой взгляд, представляют больше интерес, чем то, что я вам сейчас покажу. Что у нас тут еще? Вильям Шекспир. Вильяма Шекспира я очень и очень неплохо знаю. И, например, монолог Гамлета я на русском языке помню до сих пор практически полностью. Артур Конан Дойл не является моим фаворитом. Ильф и Петров также. На самом деле, я поняла, что здесь книги, которые мне не очень нравятся. Бесы Достоевского. Достоевского тоже я не очень понимаю. Булгаков. Ну, Булгаков, конечно, да. Мастера Маргарита, мне кажется, даже здесь стерто по золотам, потому что я читала все-таки Мастера Маргарита именно это издание. Я вот на самом деле не очень люблю эти все золоченые книги, потому что я считаю, что книги должны быть, да, здесь стерто по золотам. Эта книга читалась. Кто там еще? Там еще Толстой. Толстого я знаю очень хорошо. Толстой мне нравится. Гоголь. Гоголя тоже я не люблю. Хотя всего прочитала, наверное. Мертвые души, Ревизор, Тарас Бульба и Мистические повести. Вот все, что я перечислила, я прочитала. Александр Дюма, ну, также не является моим фаворитом, хотя увлекательно, конечно. Что тут еще у нас? Пушкин. Пушкина я люблю. И также очень хорошо знаю наизусть, очень многое знаю наизусть из Пушкина. Кстати, недавно я смотрела программу «Что, где, когда?» и я не угадала. Ответ был на вопрос как раз-таки по Онегину. Но я не ответила на вопрос, хотя на первый вопрос про очки я дала правильный ответ. Далем пользуюсь. Опять же, есть книги, которые мой муж где-то покупал на развалах. То есть это прямо такие издания не читаемые, потому что там еще старославянский алфавит. И, ну, и, в общем-то, вот такая библиотека. Кстати, есть еще, конечно же, второй ряд за книгами. Есть также лестница, которую сюда можно приставить и посмотреть, что там имеется за вторым рядом. Ну, в общем-то, вот так. Кстати, очень многие книги также были из Бабушкиной библиотеки, привезены из Сахалина. Вот там они находятся, вообще очень далеко. Но, дорогие зрители, все эти книги, которые я вам показала, они не характеризуют меня ни как человека образованного, ни как читателя, потому что я люблю совершенно другие книги. Сейчас я вам покажу свои любимые книги. Эти книги мы уже покупали вместе с мужем, и эти книги выбирала я. И одна из моих любимых книг, наверное, самая любимая, это книга про Леонардо да Винчи, и она на английском языке. То есть, если я вот хочу ее почитать, я ее читаю. Это автор, либо главный редактор, сейчас я даже не знаю, не вспомню. Открыла на этой странице, потому что я видела это произведение в Ватиканском музее. Это незаконченное произведение Леонардо да Винчи. И когда смотришь на него не на репродукции, а вблизи, вот на меня произвело очень сильное впечатление, учитывая также то, что Леонардо да Винчи не успел закончить эту картину. И вот еще одна моя любимая книга. Я неплохо знаю историю Древнего Рима, но изучила ее не столько в силу своей любви к истории Древнего Рима, а в силу того, что однажды я прочитала два тома вот этого издания. Кстати, я считаю, что это издание очень неудачное. И потом я поняла, почему. Потому что здесь редактор, человек, который не очень хорошо говорит на русском языке. То есть, когда ты знаешь итальянский язык, ты достаточно легко ее читаешь. Эту книгу я прочитала от корки до корки три раза. Третий раз уже, когда жила в Италии. И когда ты понимаешь уже итальянский язык, ты понимаешь кослость некоторых фраз. И ты сразу понимаешь, что хотел сказать автор, который не владеет русском языке, а опиевая дорога, на которой мы с мужем ходили, гуляли, чуть не сломали себе ноги. На самом деле, опиевая дорога произвела на меня неизгладимые впечатления, конечно, как пример строительства дорог, который, наверное, является примером до сих пор. И вот именно история Древнего Рима, его архитектура, и очень меня увлекает. Эта книга мне нравится, несмотря на то, что она заявлена как Рим, «Искусство сквозь века», могу сказать, что здесь действительно очень хорошо изложена именно история римского государства, Римской империи. И эта книга для меня больше представляет интерес исторический, чем то, что можно посмотреть на непосредственно искусство Древнего Рима. Моим любимым художником, несмотря на то, что книга Леонардо да Винчи, которую я вам показала, является все-таки Рафаэль. И эту картину я нашла не случайно, а точнее эту репродукцию, потому что эта репродукция находится, вот как ходишь в Ватиканские музеи, обычно все люди идут налево по кругу, большой поток уходит налево. А направо есть небольшая экспозиция, возможно, она была временная, но, насколько я поняла, она все-таки была постоянной. Эта экспозиция меня впечатлила, потому что там действительно очень именитых авторов представлены работы. И я увидела там триптих, по которому я сразу узнала Рафаэля. И когда я смотрела на этот триптих, я поняла, что что-то не так. Я увидела, что одна часть триптиха действительно выполнена в манере Рафаэля, а две другие части сюжетные, они очень сильно отличались. Они отличались прежде всего по цветам, по набору цветов. И когда я смотрела на эту картину, я думала, что, ну, наверное, была реставрация, возможно, не очень удачная, возможно, она просто еще не закончилась, потому что цвета отличались какой-то яркостью. Но потом я поняла, что и как будто бы фигуры, вот их манера написания, она тоже отличалась. И когда я подошла, сначала я всегда смотрю на картину, а потом читаю, либо слушаю описание того, что я вижу. Когда я подошла, я увидела, что этот триптих начал Рафаэль, и большую часть вот одного сегмента сделал он. Этот сегмент также заканчивали его ученики, и два остальных сегмента уже были написаны после его смерти тоже его учениками. Соответственно, я была очень рада, что уже на тот момент, а это было 15 лет тому назад, я являлась все-таки неплохим знатоком живописи именно Рафаэля, который является моим любимым художником. Вообще, мои любимые художники – это Рафаэль, это Леонардо да Винчи и Микеланджело. И жизнь Микеланджело тоже, конечно, меня очень интересует, и в свое время я тоже очень много читала, и, возможно, мне эта история именно его как личности, его как человека интересна больше, чем, допустим, история Леонардо да Винчи. Я очень хотела бы побывать в Риме в ближайшее время. Думаю, что как только детки подрастут, мы обязательно именно с мужем отправимся в Рим, чтобы, прежде всего, экскурсии, было возможно походить по экскурсиям, походить спокойно, как это может сделать взрослый человек, когда смотрит действительно на шедевры, которые, к счастью, сохранились. И, кстати, хочу также сказать, хотела показать вам картину со Святой Анной. Эту картину, я думаю, хорошо знают жители Санкт-Петербурга. Эту картину я тоже видела, посчастливилась. Она не была ни на какой экспозиции, ни на какой выставке выездной. Но я тоже ее видела вживую. Меня удивил размер этой картины. Она, конечно же, кажется на репродукциях больше. А на самом деле она совсем-совсем небольшая. Да, 42 на 33 сантиметра. Она, на самом деле, неожиданно маленькая. Что ж, я нашла те две картины, которые хотела вам показать. Это «Мадонна в скалах». И если вы читали Дэвид Браун, если я не ошибаюсь, Браун, точно, Дэвид, не помню. Я могу сказать, что когда я еще подростком смотрела на эту картину в каком-то учебнике по искусству, она произвела на меня такое же странное и неоднозначное впечатление, которое я потом встретила в описании книги Дэвида Брауна. И именно эта картина явилась для меня посылом к тому, чтобы перечитать, снова интересоваться историей. Опять же, если вы знаете, если вы интересовались живописью Леонардо да Винчи, вы должны, конечно же, вы должны знать, что эта картина с одним и тем же названием существует в двух вариантах. Это тоже «Мадонна в скалах» и это «Мадонна в скалах». Но конкретно эту «Мадонну в скалах» описывал в своем произведении Дэвид Браун. Да, на меня она произвела вот такое же странное впечатление, которое потом встретила я в описании книги. И также по поводу «Тайной вечери». Все то, что я встретила, все те сомнения, на которых, скажем так, построена книга Дэвида Брауна, его бестселлер, могу сказать, что тоже именно в детстве я обратила внимание на то, на что было обращено автором этой книги, этого интересного детектива. Мне, кстати, книга очень понравилась. Вот опять же, я говорила про современную литературу. Каэльо, да, и, конечно же, и, конечно же, Дэвид Браун мне понравился. На самом деле, Дэвид Браун – это, наверное, одна из немногих книг, которую ты прочитаешь и пойдешь интересоваться чем-то большим. Например, истории все-таки картин Леонарда Давича, потому что, конечно же, очень много построено на истории его работ. Вот репродукции, очень хорошо сделанные. Это, наверное, тот случай, когда в репродукциях ты сможешь больше увидеть, чем когда ты стоишь перед оригиналом. Я не видела оригинал этой фрески. Сколько мы были в Милане, мы ни разу не заезжали. И именно композиция фигур удивила меня в детстве совершенно точно. А именно я сейчас вспоминаю вот этот жест, который описывал Дэвид Браун. сам факт, что эта фигура отклонена. И что-то еще. Сейчас я скажу, что еще. Сейчас я вспомню. Кто-то выглядывающий из-под стола, как будто бы. И, кстати, да, в детстве я также обратила внимание, что именно эта фигура выделяется, потому что, действительно, когда все обращены, даже если не смотрят, обращены жестами центральной фигуры, это единственный персонаж, который смотрит, но отклонился. Он как будто бы отстраняется. Ну, в общем-то, это моя любимая книга. И вот эти книги, это тоже моя подборка. Венеция, Эрмитаж, Лондонская национальная галерея, Уфици Пяти и Ватикан. А Мархайяма – это то, что нравится моему мужу. Он, кстати, очень много знает наизусть из Мархайяма. Но, тем не менее, вот эти пять книг, а также два тома по Риму и два тома по Венеции, одного и того же издателя, если не ошибаюсь, одного и того же редактора, читать очень сложно. Ну, и также вот эта книга – это то, что нравится лично мне и то, что характеризует мои литературные предпочтения на данный момент. Безусловно, такую книгу не возьмешь почитать в кровать перед сном, но если есть время, я очень и очень люблю заглядывать в эти книги. На этом с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения, хорошего дня. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.